В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 10 сентября в единый день голосования в Янаульском районе состоятся выборы двух уровней. Государственное собрание Курултай, Республики Башкортостан и Советы сельских поселений. Выборы в Курултай пройдут по единому списку и одномандатному избирательному округу. Об этом нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Артур Калимулин. У нас республика разделена на 55 одномандатных избирательных округов. Наш Янаульский район относится к Буйскому одномандатному избирательному округу номер 44. Кроме нашего района сюда относится и Бураевский район. За территориальной избирательной комиссией Янаульского района определено то, что, точнее, возложены обязанности окруженной избирательной комиссии. Что касается депутатов Государственного собрания Курултай, Республики Башкортостан, пока заявления еще не поступали. Мы ждем. Надеемся, что у нас выборы пройдут успешно, без каких-либо нарушений и с высокой явкой. Что мы, конечно, очень хотели бы. Ну и хочется отметить, что у нас в этом году произошло такое огромное событие, можно даже сказать. Наши участковые избирательные комиссии обновились. То есть 13 июня у нас прошли первые организационные заседания участковых избирательных комиссий. Там определены заместители председателей, секретари участковых избирательных комиссий. И данные комиссии сформированы сроком на 5 лет, то есть до 2028 года. В этом году на 20% обновился состав участковых избирательных комиссий. Всего в районе сформировано 48 виков, в которых на протяжении кампании будут работать 334 человека с правом решающего голоса. Депутатов местного самоуправления выберут в 18 сельских поселениях нашего района. Будут распределены 169 мандатов. Сейчас кандидаты проходят процедуру выдвижения. Этот период в выборной кампании продлится до 14 июля. Территориальные избирательные комиссии Янаульского района, они пишут заявление о согласии баллотироваться, предоставляют пакет документов, после чего члены комиссии проверяют наличие пассивного избирательного права кандидатов. Всего у нас в республике зарегистрировано 24 политические партии. Наиболее активно это у нас порядка 10 партий в республике, которые принимают участие на всех уровнях выборов. Пока по району хочется отметить, что у нас предоставили списки своих кандидатов. Это у нас Единая Россия, КПРФ, это у нас партия ЛДПР на сегодняшний день. Остальные мы тоже ждем. Надеюсь, уже в ближайшее время они нам информацию дадут. И далее мы заверяем данные списки. И уже после этого кандидаты у нас начинают приходить, писать заявления. Ну и ряд вот этих процедур. 20 июня все сельские поселения приняли решение о проведении данных выборов, точнее это местных выборов. А на Курултай у нас выборы назначает Центральная избирательная комиссия республики Башхатстан. Данные выборы назначены 21 июня. В газете опубликован 22 июня. И с этого периода уже можно сказать, что избирательная кампания началась. Депутатом Совета сельского поселения может стать любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет. В порядке самовыдвижения или списком от партии. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи в свою поддержку. Напомним, что сельских депутатов мы выбираем на 4 года депутатов госсобрания на 5 лет. В этом году системе здравоохранения Янаульского района исполнилось 100 лет. Центральная районная больница – это многопрофильная организация. В ее составе поликлинические отделения, круглосуточные и дневные стационары, врачебные амбулатории, передвижной фельдшерско-акушерский пункт. В больнице работают около 700 человек. Врачебная помощь оказывается по 28 специальностям. Мы вышли на улицы города и спросили у Янаульцев, что они хотели бы пожелать нашим медикам в преддверии славного юбилея. Только у меня Низамова Азалия Заветовна. Вот она отличный врач. Всю же мы ходим с мужем, и она и на улице здоровается, узнает меня. Я не вижу, я сама не узнаю. Я это после операции. Вот она молодец. Все лекарства она мне назначает. Все время к ней. И терапевт она, и кардиолог она. Пусть у нее дети были здоровы. Сама пусть работает. Пока можно. Пусть работает. Хорошо. Все врачи хорошие. Мне, например, нет. Последний раз я была на больничном. У Ганиевой очень хорошо меня смотрела. Очень внимательно. Очень грамотная. Специалист грамотный. Пусть дальше работает, сколько сил хватит. И пусть все у нее будет хорошо. Пусть не болеет тоже самое, что и всем крепкого здоровья. Я хочу пожелать в такой праздник. И недавно, тем более, ихний праздник прошел. Очень хочу, чтобы у нее все хорошо было. Чтобы дети ее радовали. Мамочка была еще долго с ней. Трудовых успехов Светланы Камиловне. Очень хороший человек. Человек с большой буквы. Человек на своем месте. И я именно только о ней подумала, что именно она заслуживает такое внимание, чтобы ее поздравили лично. На этой неделе поздравления принимают представители самой гуманной и благородной профессии. Труд медицинского работника во все времена был и остается исключительным и значимым. Обращаясь к врачу, фельдшеру или медицинской сестре за помощью, пациент доверяет ему самое ценное из того, что имеет – жизнь и здоровье. Тут предсердный вставка. При помощи специальных аппаратов он сможет установить более точный диагноз пациента. Под руководством Мельсиара Руслановой отделение функциональной диагностики работает уже 19 лет. В отделении проводят несколько видов исследований. Кабинет ЭКГ начал работу с 1680 года. В стационаре был открыт кабинет, где по сегодняшний день работает Шерифяна Угазарьян Гафовна. С ней на тот момент работала Бекбладова Роза Харидиновна. Она врач-терапевт. На сегодняшний день ее, к сожалению, нет. Вспомним о ней добрым словом. В 1990 году с вводом в эксплуатацию санчастия была открытка Мельсиарья КГ, где работали с Варидом Пах и Потеряев Анатолий Борисович. Врач-функционалист, он же кардиолог. На сегодняшний день в нашем отделении работают 4 врача. Я, Салахова Раина Равкатовна, врача-совместители Анатолий Борисович и Узенева Анна Николаевна. 5 медсестер. Дело в том, что мы проводим разные виды исследования. То есть мы и голову исследуем, и сердце, и сосуды, и легкие. Поэтому сказать трудно. Ну а вообще, конечно, в последнее время я считаю, что тенденция больше, наверное, следить сосудистем, чтобы поколение было молодым. Я считаю, что родители тоже должны в свою лепту внести здоровый образ жизни. Ну и потом человек сам, наверное, решает свою судьбу. Если человек приходит, начинает бить себя в грудь и говорит, вылечи меня, и при этом никакие усилия не прилагает, то как вот можно об этом судить? То есть человек сам тоже должен стараться быть здоровым. Вы знаете, если любить эту профессию, она не кажется тяжелой. Она просто, я даже не представляю, что мы можем чем-то другим заниматься. Я ничего, наверное, больше не имею. Конечно, да, есть свои нюансы. Но быть врачом – это очень почетно, очень нужно, очень важно. Вы знаете, моя мама часто болела. Я была еще ребенком, и мне очень хотелось, чтобы моя мама была здоровой. Исследование функции организма проводится тогда, когда пациент уже имеет клиническое проявление той или иной болезни. Какие анализы необходимо сдать, решает лечащий специалист. Все зависит от состояния больного и формы патологии, острой, хронической или начальной стадии. Бывает и так, что функциональные исследования проводятся до лабораторных анализов или же параллельно с ними. В отделении функциональной диагностики у нас трудятся врачи и медсестры с большим опытом и стажем работы. Они, как бойцы невидимого фронта, их работа действительно может не всегда видна и по праву не в полную меру может и оцениваться. Да, действительно, они непосредственно лечебной деятельностью не занимаются, но вносят большой вклад в плане диагностики и помогают очень клиницистам. И от их правильной постановки диагноза и зависят дальнейшие адекватные лечения. Поэтому, пользуясь случаем, хочется поздравить сотрудников отделения функциональной диагностики и также всех медицинских работников, коллег с наступающим профессиональным праздником. Это зачастую люди, которые жертвуют своим отдыхом, здоровьем, семьей, помогая пациентам в борьбе за их здоровье и надежде на жизнь. Поэтому, уважаемые коллеги, хочется вас поздравить с наступающим профессиональным праздником, здоровья вам, удачи, благополучия, и чтобы ваша профессиональная деятельность приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение. Спасибо всем за ваш нелегкий труд. Труд медицинского работника переоценить сложно. Каждый выполняет ответственную и изнурительную работу. Свой профессиональный праздник поздравлений принимают не только врачи, но и весь медицинский персонал. От слаженной работы всего большого коллектива зависит хорошее самочувствие и здоровье жителей всего Иноумского района. По наблюдениями следователей, в среднем медсестра за дежурство поднимает около 1600 килограммов, включая медицинское оборудование и пациентов. Важность этой профессии трудно переоценить. Уже 35 лет в детской поликлинике работает медсестра Гузелья Зайдулина. Признается, что с детства хотела посвятить себя медицине и особенно детям. Сейчас на участке Гузельи без малого 900 маленьких пациентов. 30 из них меньше года от роду. В обязанности медицинской сестры входит помощь врачу-педиатру, подготовка к приему пациентов, введение всей необходимой документации, а также обход детей по домам. Несмотря на то, что работа непростая, Гузелья отзывается о ней с любовью. Я училась в Екатеринбурге, раньше была городом Сюрловск. Закончила вечернее училище, предварительно училась и работала с 83-го по 86-е годы. Закончила в 86-м, после училища еще оставалась, работала в институте охраны материнства и младенчества. В 87-м году приехала в Янулу, поселок был еще до этого. Начала работать в поликлинике в детской. Участковой медистрой, прививочной, везде, где попалась туда. В последнее время вот здесь вот работаю на участке. Я работала уже с 17 лет, и дети у каждой медистры, на сменой работа была, у каждой медистры по 18 новорожденных. Смотрели, ухаживали, назначение врача выполняли. Вот с тех пор маленьких скрудничков начала работать. Когда училась, параллельно работала в роддоме, в новорожденном отделении. И так и пошла любовь к детям. Детей люблю, уважаю родителей. Участок хороший, люблю работать на участке, на приеме. С 2013 года в поликлиническом отделении работает участковая медицинская сестра Ксения Галиева. Сама она родом из Пермского края. Но после окончания Чайковского медицинского колледжа приехала на работу в Янаул и решила остаться тут. Как признается Ксения, изначально она не планировала карьеру в медицинской сфере. Но сейчас работа ей очень нравится. На участке у меня сейчас находится 1950 человек. Участок у меня компактный, находится в центре города. 12 пятиэтажек, 17 двухэтажек. Население в основном возрастное, пенсионеры. На участке находятся школы, детские сады, аптеки и миграционная служба. Сложность, наверное, в том, что мы все-таки работаем с людьми. Нужно найти со всеми общий язык. Подружиться даже, если нужно. Население бывает разное. Особенность работы у нас такая, что мы работаем не только здесь на приеме. Мы еще выходим работать на дом. То есть после приема идем посещать пациентов, у которых есть хронические заболевания. Смотрим их быт, контактируем с ним не только здесь, но еще и как бы на дому. Работа непростая, но интерес в том, что мы работаем постоянно с одними и теми же людьми. То есть на своем участке. Они уже нам не только как пациенты, они уже нам как, можно сказать, хорошие друзья, родственники. С большим удовольствием иногда видим здесь тех, кто часто к нам ходит, постоянно приходит по приглашению, так скажем, проходить диспансеризацию, профосмотры. Есть и те, которых нам приходится, так скажем, вылавливать, приглашать сюда. Таких тоже немало. В основном это молодое население. Мы на подхвате у врача помогаем им, выполняем манипуляции на дому. Иногда берем кровь, вакцинируем население. То есть участковая работа заключается не просто в том, что мы сидим на приеме, мы еще и проводим диспансеризацию, профосмотр, вакцинацию, помогаем врачам. Очень много документальной работы. В 1984 году Лира Александрова окончила Бирское медицинское училище и начала работать в терапевтическом отделении. Спустя два года перешла в офтальмологический кабинет взрослой поликлиники и с тех пор работает здесь. По словам Лиры, сейчас, благодаря накопленному опыту, работать легко. Хотя пациентов действительно много, но приятно то, что получается помочь выздороветь многим людям. Работа мне нравится, сейчас уже интересная. Раньше, может быть, еще в молодости сложновато было. Ну и сейчас уже нравится, несложно работать. Опыт есть уже. Люди разные есть. Работать, ну, как сказать, работаем. Любим свою работу. Ну, народа много всегда у нас. Это глазной кабинет же. Всегда народа много бывает. Оперируется очень много. На консультацию очень много отправляют. Эндокринолога отправляют. Неврологи отправляют. Терапевты. На оперативное лечение очень много готовим больных. С катарактой. Разные диагнозы. Близорукость, с глаукомой. Очень много бывает. Измерение внутриглазного давления у нас обязательно входит. Вот это каждого пациента после 40 лет. Будем еще работать. Пользу приносить пациентам. Что знаем, вот хотя бы так будем работать. Обязанности медицинской сестры зависят от должности и специализации. Медсестра выполняет предписание врача и осуществляет сестринский процесс. Она ухаживает за больными, контролирует прием лекарств, готовит больных к операциям, проводит лечебно-профилактические процедуры. Работа требует от представительниц этой профессии многих качеств. Аккуратности, внимательности, стрессоустойчивости и трудолюбия. И благодаря их каждодневному труду, жители нашего района могут рассчитывать на квалифицированную помощь при лечении и сохранении здоровья. Гульнара Сиддикова, Булат Шардинов, Служба новостей, Янаульского телевидения. Начни утро с бодрящей зарядки, и тогда день сложится на отлично. Так считают и не без основания авторы проекта «Волшебное утро». 6 июля на площади перед Дворцом молодежи прошла летняя зарядка. Идея этого проекта возникла у Карины Петровой еще год назад. Тогда девушка составила план, а в начале этого лета реализовала его вместе со своей наставницей. Карина сама занимается спортом с детства. Зарядка по утрам всегда повышает ей настроение и дает заряд бодрости на целый день. Сейчас в проекте начался этап занятий со скакалкой. Она выбрана не случайно. Тренировки с ней прорабатывают большую группу мышц, развивают гибкость и улучшают координацию движений. В чем заключается вообще смысл привычку детям и подросткам от 12 до 17 лет просыпаться рано утром и делать зарядки. Чтобы у них была бодрость, чтобы они могли что-либо делать уже без усталости с утра. И не просыпались в 12 летнее время. Мы хотим, чтобы поднялся весь город, чтобы люди научились делать зарядки и просыпаться рано. Приходите к нам, будем делать зарядки различные. Не только зарядки, вы можете найти своих друзей, новые знакомства. Пожалуйста, у нас еще будет поход, у нас будет дискотека и куча всего интересного. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. 7 июля ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, плюс 27, плюс 29 градусов. По данным МЧС в республике ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, плюс 28, плюс 33 градуса. 7 июля. ден Войнской славы России. 7 июля 1770 года – победа в Чесменском сражении. Русский флот одержал триумфальную победу над турецким в Чесменском сражении. Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов предопределило поражение Османской империи. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово – «Был». Это означало «Был турецкий флот, а нет его теперь». Наш пакет круче. Чем же? У нас быстрый интернет и кабельное ТВ. А у нас быстрый интернет, интерактивное ТВ плюс онлайн-кинотеатр ВИНК. Смотрим мы телек и кино на пяти устройствах. Подключайте пакет «Три в одном» от Ростелекома всего за 600 рублей в месяц. Давай дружить! Ростелеком. Технологии возможностей. История здравоохранения Янаульского района началась без малого сто лет назад, когда в 1923 году открылась первая врачебная амбулатория, в штате которой были один врач, одна медсестра и одна санитарка. В 1928 году было построено здание районной больницы в составе поликлиники и стационара на 15 поек. Сейчас на этом месте располагается отдел внутренних дел. Новое здание Центральной районной больницы появилось в 1975 году по адресу улицы Игоря Довлетшина, 23. Вокруг больницы со временем вырос целый микрорайон, называемый в народе «больничный городок». В 1989 году введено в эксплуатацию здание нынешней городской поликлиники медсанчасти. Сегодня здравоохранение района представлено Янаульской Центральной районной больницей со структурными подразделениями. Это 48 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебные амбулатории в селах «Прогресс», «Ямады», «Новый Артаул». Три поликлинических отделения – взрослая, детская, стоматологическая. Круглосуточный стационар на 194 койки, дневной стационар на 71 койку. В составе круглосуточного стационара организованы терапевтическая, кардиологическая, инфекционная, педиатрическая, неврологическая, палеотивная, психиатрическая, реанимационная, гинекологическая, хирургическая с травматологическими койками отделения. Проводится большинство плановых оперативных вмешательств по профилям хирургия, травматология, гинекология, детская хирургия, в том числе с применением малоинвазивных методик. Символично, что в 2023 году, в год столетия здравоохранения района, в Янаульской центральной районной больнице возобновляется проведение офтальмологических операций пациентам с патологией органов зрения. В коллективе трудится 86 врачей, 366 специалистов среднего медицинского персонала. За 2021-2023 годы принято на работу 10 врачей, 2 врача-педиатра, 3 врача-терапевта, 1 врач-эпидемиолог, 1 врач-рентгенолог, 1 врач-невролог, 1 врач-хирург, 1 врач-инфекционист. Коэффициент совместимости 1,5, то есть потребность в кадрах имеется. Материально-техническая база улучшается ежегодно, особенно с запуском федеральных программ и проектов. С 2018 по 2022 годы построено 16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Произведено дооснащение аппаратом компьютерной томографии, видеогастроскопом, видеоколоноскопом, двумя наркозно-дыхательными аппаратами, двумя аппаратами ИВЛ, четырьмя аппаратами ультразвуковой диагностики высокого и экспертного классов, рентгенодиагностическим цифровым оборудованием. Проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Ямады с соответствующим оснащением. В ближайшем будущем запланирована установка еще пяти модульных ФАПов строительства детской поликлиники. По инициативе администрации Янаульского района и поддержке акционерного общества «Башнефть» начат комплексный капитальный ремонт здания Центральной районной больницы. Каждое рабочее место, в том числе фельдшеров на селе, оснащено компьютерами и оргтехникой, подключенных к высокоскоростному интернету. Введение электронной истории болезни, электронной амбулаторной карты давно стало привычным делом. Протоколы инструментальных исследований, лабораторные анализы полностью заносятся в медицинскую информационную систему, что значительно упрощает работу. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» ежегодно поступают новые современные оргтехники, в том числе и планшетные компьютеры. Кроме укреплений материально-технической базы, коллектив активно реализует новые современные методы работы – бережливая поликлиника, менеджмент здравоохранения, телемедицинские технологии. Благодаря активности и эффективности деятельности Центральной районной больницы, Минздрав Республики Башкортостан всегда включает Янаул в число первооткрывателей пилотных проектов. По целевым программам 25 врачей получили республиканские выплаты в размере 1 миллиона рублей. Один врач-терапевт – 1,5 миллиона рублей в рамках федеральной программы. Из среднего медицинского персонала по программе «Земский фельдшер» 9 человек получили по 500 тысяч рублей. Поддержка молодых специалистов при устройстве на работу будет осуществляться в виде компенсационных и стимулирующих выплат, обучения новым специальностям, помощи в предоставлении жилья, детского сада при поддержке администрации Янаульского района. Медицинское сообщество Янаульского района всегда отличалось активными и жизнерадостными людьми. Каждый год с азартом наши врачи соревнуются друг с другом на зимнем Сабантуе, заряжаясь позитивом на весь год. Весной на всех экологических субботниках чистоту и порядок на улицах родного города наводит самая многочисленная бригада, и это работники медицины. Команда знатоков, состоящая из медицинских работников и ежегодно участвующая в интеллектуальной игре «Что, где, когда» считается одной из самых сильнейших в городе. Активные участники мероприятий, организованных профсоюзом работников здравоохранения Республики Башкортостан. Республиканский легкоатлетический кросс, приуроченный ко дню медицинского работника. Спартакиад работников здравоохранения северо-западного региона Республики Башкортостан. У профсоюза женское лицо. Республиканские лично командные соревнования по лыжным гонкам на призы памяти Кургаева. В первых рядах самых масштабных акций, таких как «Забег обещаний» и «Десять тысяч шагов к здоровью» – «Люди в белых халатах». Они для всех служат примером самоотверженного труда, активной жизненной позиции и любви к жизни во всех ее проявлениях. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Уважаемые жители и гости Янаульского района, приглашаем вас принять участие в первом открытом первенстве района по горному кроссу в памяти героя России Игоря Насибулина в рамках спортивного калейдоскопа «Республика Первых» к 100-летию со дня основания Министерства спорта Республики Башкортостан. Мероприятие состоится 15 июля 2023 года на лыжной трассе в районе телеэритранслятора. Регистрация начнется в 9 часов 30 минут. Старт в 11.00. Добро пожаловать! Уважаемые жители частного сектора, администрация городского поселения сообщает, что с 17 июня 2023 года Дюртюли-Эмильеводстрой прекратила сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов. В целях предотвращения переполнения контейнерных площадок просим вас не выносить сухой строительный и крупногабаритный мусор. МЧС России предупреждает – не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России МЧС России При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры, разделить встречные потоки, учесть скорость движения, но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 97-61 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы.